нам в польше не повезло и когда слышишь звук и бах бах вот еще не было восьми утра принесли ребеночку чай и хлеб с маслом не стоит верить тому что говорят сми ну вот ночь 7 августа она перевернула все потому что вы знаете когда мы воспитаны на фильмах о войне великой отечественной но все красиво давить постановочно это все вот и это как-то этой картинкой живешь вот как бы жить то можно все а когда были эти прилеты когда посреди ночи ты слышишь залпы которых 40 50 60 и ты считаешь и ты понимаешь что у тебя 10 секунд от момента вылета до прилета и когда первый прилет и ты слышишь и думаешь а это у тебя или или не у тебя это полетела в ту сторону или в другую то есть что тебе делать под кровать ложиться одеялом накрываться или можно еще спать и когда слышишь звук и бах бах и ты и ты понимаешь что это за тебя рядом когда мы на утро вышли за 200 месяцев метров до нас не долетела мы когда увидели эти разрушения я поняла что не спасет нас ничего у нас был подвал и на которую мы так но надеялись да вот мы же должны что-то были хорошие ведь чтобы как-то выжить увидев все что поделали осколки осколки я пришла мы вернулись домой склама уже собираемся уезжаем не надо меньше ну ладно знаете вот если жизни лишишься быстро это ладно а если остаться коллега инвалидом и видеть как твое дитё не дай бог пострадает и мучиться однозначно было принято решение уезжать и 28 мы уехали там около 12 12.05 если сейчас не ж или 12 15 мы выехали по двое сирены то есть мы все дорогу ехали и вот молились мы о том чтобы доехать до кривого рога потому что до кривого рога нас могли снаряды настичь в поезде мы добрались до львова там волонтеры нам помогли довезли нас до границы мы совершили пеший переход и были в польше выезжать было неимоверно страшно потому что чужая сторона разговоров историй от близких вот не близкий да вот но и в прессе во всем было они были очень противоречивые кто говорит хорошо ну кому как было да еще очень зависело от того кто куда попадет нам в польше не повезло ну в том плане что мы столкнулись мы и хороших людей видели но мы столкнулись негативом негатив был связан с тем что он больше был направлен на супруга вот это очень чувствовалось был момент когда если бы я во время не успела зайти вызвали бы полицию хотя нам разрешили то есть я попросила разрешение в комнате маме ребенка чтобы папа побыл с детьми пока я отойду с другим ребенком по нуждам подошла в этот момент 2 пока в мое отсутствие и то есть она уже собиралась вызывать полицию за то что папа там находился с детьми в тот момент пока я отсутствовал но мы не просто не могли даже детей там оставить но таком состоянии дети были я понимаю что то может это был какой-то субъективный фактор но в тот момент понимаете вот это это вот когда ты приезжаешь таком состоянии любой взгляд ну вот как бы вот это вот это маленькие мелочи они формируют твое дальнейшее подведение то есть это ты себе даже отчета не отдаешь я даже сейчас поручу то есть ну а может быть там бы было бы сложилось по-другому это просто один из ярких таких примеров который шокировал там еще были но определенные моменты и мы понимали что в европе мы не сможем остаться и тем более но не знаю ни языка ничего языковой барьер был очень-очень такой тяжелый конечно и вот чем еще страшил евросоюз вообще не не важно польша не польша то что именно вот эти европейские ценности которым моя страна очень стремится но есть такое для меня как для мамы очень угрожающий момент это то что там идет разрушение семьи я не понаслышке знаю что детей отбирают у меня у соседа сосед детства у него 13 детей в германии отобрали они вернули своих детей только благодаря тому что предали это все огласки если бы не было огласки они бы остались без детей при том что одного из детей отдали в семью где где два папы или две мамы я сейчас боюсь соврать да для меня это понимаете вот вот для мамы это как ну как для для любого наверное нормального человека это один из факторов когда я ехала в республику я не знала как вообще как но здесь к этому относятся но знала что что-то такое как то это здесь не приветствуется но то что здесь с этим строго здесь за этим всем смотрят чтобы этого не было и здесь за семью то там то там ну вот моей близкой подруги сын 13 лет если я сейчас не ошибаюсь может уже 14 он пришел со школы рассказал маме о том что он зашел в туалет увидел обнаженных мальчиков в непристойном занятии то есть это обычная школа там маленький городок и это все школой то есть она не пресекается и я как мама делаю вывод что это поощряется ну я другого вывода сделать ему я не хочу чтобы мои дети это видели я не могу сказать что это во всех но то что это мне говорила подружка подожжен зубы ты представляешь мой сын пришел такое рассказал о том что дети травку курят в туалете в этой же школе даже ребенок тоже пришел и рассказал маме понимаете это ужасающие вещи здесь здесь у меня ребенок поступил в колец учиться живет в общежитии у них мальчики а девочек в разных общежитиях поселены то есть контраст контраст здесь многодетная мама имеет дополнительный день выходного в моей стране этого нет здесь и папа и мама если они выполняются родительской обязанности содержат детей они получают налоговый вычет независимо от размера заработной платы в моей стране есть определенный порог из расчета количество членов семьи если у тебя зарплата на одну копейку превысила пару у тебя этого налогового вычета нет этот налоговый вычет предоставляется семье здесь предоставляется и папе и маме независимо пользуется 2 не пользуется поэтому это тоже контраст у меня папа отсюда у меня вообще папина вся родня она здесь это у меня папа в украине создал семью и мы так периодически вот брат прозванивала здесь двоюродный чё эти папины сестры здесь ихние дети внуки как бы они все здесь живут и брат позвонил двоюродный вот спросить хоть как мы что мы там и вот в разоговоре она говорит да чего вы сидите говорит бросайте говорит приезжайте ну когда вот были вот такие вот моменты мы понимали что мы в польше долго не останемся ну просто не сможем и какие вот брата говорит до бросать горит приезжайте ритмом горит голодными не будете по крайней мере ритмом чем есть поделимся его знаете в тот момент когда ты с февраля живешь и ты боишься и ты понимаешь что да есть истории страшно ужасающие республики да там в то же время там свои родные и ты понимаешь что родные не придадут и и можно доверять родным я поверю да у вас здесь свой свой уклад мне он непонятен потому что у нас по-другому уже все работает но вот давайте возьмем даже вот ситуацию я сейчас оформляюсь оформлялась как сама занята и я пришел в налоговую я зашла в налоговую ну во первых я впервые там пока нашла пока все и вот иду на пытаясь прочитать на дверях кому бы мне попасть с моими вопросами тут идет какой-то специалист по коридору и на завтра то есть ну вы по вы по какому вопросу и называю первый вопрос на арте так этому специалисту подводят к двери открывая дверь она за за петло и говорит это обеденный перерыве счета сейчас обед закончится придет то есть меня кто-то встречает свой обеденный перерыв в коридоре у меня еще вот такие такие вопросы на рту это ко мне пойдемте это двери открыты давка ведь мы зашли поговорили вами там объясняют все я вреду тигры сейчас запишу ну там потому что я шла с одними да вот знаниями вопросами а в ходе разговоров появились другие и совершенно как бы другого формата она ритм сейчас памяточку распечатаю для мизак хорошо распечатала а если чего непонятно приедете расскажите спросите вернее уточните я вам все объясню если что я приехала домой изучила то есть на 5 меня вопросы возникают я приезжаю там через несколько дней захожу я же пытаюсь найти эти двери но иду так это не здесь было это несут вот вот эти двери ну здесь начальник сидит нет ну не начальник же со разговаривал значит там дальше и дом такие эти двери не заглядываю но не тот возрасте у меня остается одна дверь только начальника я когда ее открываю да это именно этот специалист который со мной общался то есть во время обеденного перерыва общается руководитель и это имя такая вот особенность именно здесь я с ней столкнулась независимо от ранга он общается и он пытается помочь я не говорила откуда и кто и я просто задала общие вопросы то есть это не просто за там сулубо какое-то отношение потому что мы приехали мы в такой ситуации нет это просто такое отношение ко всем мне для того чтобы получить это какую-то справочку мне нужно если очередь занимать то это там несколько дней можно ждать бывает несколько часов либо можно позвонить там кому брату свату взять что там если там кто-то знакомый работа можно там меня примут там или выходе подскажите какие мне документы нужны мы в отдел миграции приходим очередь человек 10 стоит 7 12 много нас и вот специалист выходит и каждому а вы по какому вопросу если у человека бывает просто спросить и он она его отпускает он не ждет эту всю очередь чтобы зайти задать пару вопросов и узнать что ему не не суда и не сегодня и либо там чего-то не хватает то есть специалист выходит к людям в коридор для того чтобы людей быстрее отпустить мне нужно было оформлять документы в отделе миграции нужно было привести всех деток мне специалист позвонил и говорит чтобы дети не маялись это процедура говорит не быстрая будет говорит привезите часть детей один день договоримся время это только вас буду принимать ритоп торит на другой день там тоже время оговорили и вот получается у нас автобус из деревни ну вот что получается там меньше часу а у меня трое детей вот нужно оформлять это малыши как раз были специалист пожертвовала своим обеденным перерывом она весь обеденный перерыв она просидела до заполняла документ для того чтобы отпустить детей чтобы детей не маять я не представляю такого у себя в стране стране в которой я выросла которая более нот да и доходы и зарплата вот это все соотношение казалось бы мы богаче живем в этом плане но почему-то в моей стране этого нет у меня я задаюсь вопросом как так построена здесь все что люди они остались людьми то есть и независимо начальник не начальник он относится ко всем одинаково у нас если начальник в большей массе своей я не говорю о сто процентов в моей стране процентов 90 если он руководитель все он небожитель и к нему должно быть отношение как небожителю у меня понимаете когда я столько лет жила в таком для меня это шок здесь когда с таким сталкиваешься независимо от ранга это в первую очередь человек это это такой он такой контраст выделяется очень сильно меня поразило здесь то что еще если у ребенка есть какие-то наклонности одаренные вот какой-то к математике там к литературе ну туда вот берем какому-то вот виду наук здесь учитель будет заниматься дополнительно с ребенком это все в счет заработной платы то есть там как уже это идет я не знаю но я знаю что вот моему ребенку нужны были занятия она математик с ней учитель занималась мне не нужно было нанимать репетитора это тоже контраст то есть на дополнительное занятие пожалуйста до уроков после уроков приходите то есть у меня тоже стране есть такие учителя они есть но мои дети тоже вот ходили да вот когда в школу и такие учителя есть но это нет на законодательном ну так на законодательном уровне поэтому это ну это о многом говорю тут по крайней мере мои дети я не жалею что я здесь потому что мы живем ради детей и дать им будущее лучшее то чего не имели мы и дать им раскрыть свои таланты здесь помогают это сделать так же самое как мы когда определились где будем работать нам дали временное жилье к нам приехали со школы спросили чего у вас нет что вам нужно и школа собирала там вот но и еще у кого что есть а самое такое знаете вот учителя своей зарплаты у них зарплата не такая большая давайте правду скажем вот у них они не получают так что вот он учитель как вот это было раньше да вот и престиж и все нет но они отделяли это их никто не заставлял вот просто вот по своей доброте и как один одна из учителей она принесла яблоки свои домашние на так стеснялась давать их а для меня это самая большая ценность была то есть понимаете вот когда человек отдает свое это это очень ценно при том он такой на самом деле он без притворства если человек недоволен он здесь недоволен он выскажет недовольство если он хочет помочь он идет добровольно помогает это нельзя заставить это нельзя сделать наигранную улыбку здесь нет наигранности вот здесь я себя чувствую как у себя дома вот знаете в то время когда я была ребенком с родителями у вас очень много осталось хорошего с того времени конечно большой отпечаток да то что у меня папа белорус и я сейчас право провожу параллели и вижу то есть откуда у него это да вот я понимаю что вот почему я себя здесь комфортно чувствую потому что это было вот то счастливое детство которое нам всем хочется вернуться конечно и трудности ну трудности везде есть но вот забота именно вот о детях кстати не немаловажный фактор о том что детям вот в агрогородке в сельской местности себе питание бесплатно в школе у меня дети бесплатно питались моей стране с первого по четвертый класс с пятого класса я уже оплачивала питание если ребенок мой говорил что мама я буду кушать еду здесь садик мы оплачиваем как на одет на 50 процентов нам предоставили право льготы также как и гражданам республики питание не дешевая но ребенок приходит с апельсина из садика то есть здесь даже настолько вот это продумано чтобы пока ребенок находится в садике независимо от того какая ситуация в семье ребенок все получает необходимое для его развития то есть вот это вот забота вот эта доброта вот это то что поражает я не устаю поражаться этому я думал что я привыкла нет сталкиваясь каждый раз я этому поражаюсь снова и снова услышала фразу что мы здесь белорусы обозлились вы знаете вот по сравнению с тем как я жила в каких ну с какими людьми мы более обозленные в украине намного более обозленные то есть вот то что у вас считается обозленное для нас это это уже как вымирающий вид такие люди понимаете первый шок первый шок приятный который я испытала ну пятеро детей климат сырой мы начали болеть потому что здесь сыром и были не одеты у нас младшая дочка за 10 месяцев болела 16 раз самый тяжелый момент был это в январе месяце когда легли мы с ней в отделении у нее температура не падала я в 5 утра вызываю скорую скорая приезжает кстати у нас в украине уже скоро не ездит уже нужно самому ехать здесь скоро я приехала привезли нас положили а для меня знаете вот еще страшно было ехать что я думаю муж на работе как раз на сутках во первых четверо детей остаются дома сами ну думаю ладно там принципе два-три часа не спят все равно нужно уезжать и у меня сразу такой а где я буду сейчас посреди ночи бить искать лекарства у нас в украине экстренную какую-то помощь тебе окажут а так препараты нужно пойти купить назначение в аптеке и когда в больнице приносили препараты мамочка вот ребеночку дадите в такое-то время это до еды это после еды а для меня это дико потому что я всегда когда болели мои дети приходилось быть в больнице мы все покупали потом понимаете четырехразовое питание вот еще не было восьми утра принесли ребеночку чая хлеб с маслом у нас чая хлеб с маслом дает в десять в одиннадцатого утра около десяти мое удивление было на ужин ну ребенок был на антибиотиках ей принесли кефир не кефир до кефир и сейчас или йогурт йогурт которого там или два или двое или пятеро суток срок годности то есть ребенку в качестве пробиотика дается питание в отделении такого никогда не было для меня контраст и приятный шок мы же в агрогородке будет деревушечка она небольшая и там есть фаб и ну до того момента конечно пока лаборант не ушла в декрет там можно было придя на прием к доктору сразу сдать анализы тут же их лаборант делает и вот мы приехали она сразу же сделала и сразу мы видим что с ребенком то есть эта температура ну как бы просто либо нам все-таки нужно принять какие-то меры ребенок у нас сломал руку мы я сразу обратилась на фаб чтобы она зафиксировать правильно нами зафиксировала медсестра она вызвала скорую помощь она дала направление в рентген кабинет благодаря во первых она очень профессионально наложила повязку потому что даже доктор сказал передать благодарность он говорит кто вам так хорошо наложил там действительно оказался перелом кстати ребенку была предложена сделать обезболивающий укол ребенок отказался сказал я потерплю ну между уколом конечно лучше потерпеть то есть это тоже понимаете контраст потому что я это было у нас у нас она ушла уже у вас еще это осталось это такой вот ну приятная приятный бонус мы получили здесь статус дом защиты то есть мы здесь под дополнительной защитой это подразумевается на время действия это и дополнительная защита у нас медицинская помощь оказывается бесплатно наравне с гражданами республики то есть если платят граждане да там какие-то услуги мы их тоже оплачиваем то есть не каждому иностранцу чтобы не было никакого заблуждения у нас даже нашим гражданам платить нужно не стоит верить тому что говорят сми и тому что говорят другие очень многие то есть прежде чем сказать что это хорошо или плохо нужно самому в этом побывать потому что когда мы все-таки рискнули приехать сюда мы очень боялись но я увидел совершенно другую реальность не скажу что я хотела уехать свою пусть я не хотела свою землю бросать но я рада что пока вот во время вот этих моих событий в моей стране я нахожусь здесь потому что здесь безопасно здесь заботятся о семье о детях здесь об этом думают и помогают каждый старается помочь насколько он может эта помощь есть то есть это не знаете что здесь золотые горы и все тебе на блюдце дадут нет трудиться нужно но помощь будет она приходит вот именно точечно именно в том объеме который тебе необходим для того чтобы идти дальше как просто легкая поддержка со стороны но она знаете вот иногда ложка воды до вовремя она цене и ведра которая стоит во время изобилия поэтому я надеюсь что все-таки война у меня на моей земле закончится и война больше ни на какую землю не пойдет и останутся наши дети живыми мужья родители вернутся отцы потому что тот от никому не пожелаешь